здравствуйте мои дорогие сегодня у нас расклад на тему порог и порог сегодня мы выберем очень интересный который называется насилием но насилие есть внутренне когда мы сами оказываем насилие над собой а есть внешне когда мы оказываем насилие над другими живыми существами либо же кто-то другой оказывает на нас воздействие но сегодня я хочу поговорить именно о внешнем насилии то есть когда мы взаимодействуем таким образом с другими людьми у нас будет два варианта расклад сегодня будет только на старших органов энергии стихий каких-то глубинных аспектов поэтому выбирайте первый или второй вариант так на этой колоде мы достанем одну карту которая будет нам показывать в чем же конкретно проявляется насилие и второй к вот и зеленый мы достанем карту которая нам ответит на вопрос какую же нам пользу извлечь из этого порока давайте разберем более подробно ваш вариант тем кто выбрал циферку 1 и так внешняя агрессия но внешняя агрессия бывает разная поэтому мы ее смотрим с точки зрения как вы ее проявляете на других людей а вы дева она очень мелочным скажем так есть у нее такой момент дева они очень мелочные они все любят доводить до какого-то пунктика вот и вот вы тоже самое делаете вы очень часто придираетесь к мелочам к незначительным вещам которые ну для других вообще как бы они даже их не видят при этом вы можете указывать другим людям на них недостатки тоже связаны с такими же мелочами это для не для нас простых людей мелочь а для вас это просто булыжники это просто бревна которые невозможно заметить вы указываете можете указать на недочеты людям вот что они например не аккуратно что-то делают что они не системно что-то делают как они хаотично двигаются неправильные тут то есть для вас такие люди они обязательно есть вашем окружении просто выводят вас себя вы можете просто можете испортить себе целый день встретившись человеком который придет например ваш офис раскидает все ваши аккуратно сложенные папочки возьмет ручки перетащит их на свой стол потом сядет на ваше кресло и значит покатается на нем сделать там настроить на другую высоту знаете там выпьет из вашей кружки все вы просто будете убиты поведением этого человека хотя человек который это все дело он будет думать и что такого ну что я такого сделал ну подумаешь взял ручку перенес на свой стол что у нас ручек нет в офисе или что то есть для кого-то мелочь а для вас это вот неправильное поведение вы очень щепетильный к этому относитесь это касается не только работы это касается конечно же прежде всего то касается домашних вещей тут у вас вообще целый пунктик вам конечно же хотелось чтобы все в доме лежала на своих полочках на своих местах желательно подписанных вот вам бы хотелось чтобы каждый член семьи брав например ножницы вложил их на то место с которого он взял но я уверена что реалии вашей жизни совсем другие потому что у вас выпадает эта карта и значит вам постоянно приходится сталкиваться с людьми которые поступают абсолютно противоположно вашим ожиданиям и это конечно же просто вас выводит из себя вы значит прибираетесь убираетесь чистите моете а куда приходит и просто как говорится все разбрасывает и прекрасно себя при этом чувствует и всегда очень удивляется почему вы агрессивно настроены по отношению своему любимому человеку который живет рядом с вами у него что это там мама папа может быть или там ваши дети или еще кто-то неважно любой человек который находится рядом с вами он будет очень удивлен тем что вы пугаете его за какие-то мелочи ну подумаешь мы не вынесли мусор в чем проблема вынесем завтра но нет вы будете всю ночь думать о том что вот бессовестный значит человек не сделал вот это вот это мусор стоит вынесены вы не спите ночь утром просыпаетесь не в духе ругайтесь опять с этим человеком который этого не сделал портите всем настроение и вот так вот это продолжается день за дням да это мелочи да казалось бы что это все плохо не хорошо и нужно как говорится от них уйти но здесь я хочу рассказать вам о том что не нужно именно избавляться от этих пороков нужно скорее всего их просто перенаправить а куда вы скажете перенаправить это же плохо вот я придираюсь там да к людям не обращать внимание на это вы тоже не можете понятным но перенаправить свою энергию вы можете так вот ваша сильная сторона учитывая ваш вот этот вот порог о которой мы сейчас говорили оказывает там карта маг маг этот человек который может в принципе взмахнул палочкой сделать что-то интересное новое так вот вам у вас есть уникальный талант талант из хаоса абсолютно каких-то непонятных вещей которые лежат в груди в какой-то сделать абсолютную систему вот представьте что вам было понятно что такое вот навалена куча книг знаете просто вот книги журналы записки заметки и там все в куче просто вот наваленная куча знаете как перевозили библиотеку свалили все в одну кучу и вот теперь вы должны эту кучу разобрать и сделать из нее систему то есть какой-то каталог по которому любой желающий человек приходя в библиотеку говорят вам мне нужно книжку там про астрологию как вот да там астрологию и вот такие да на буковку а ищем а слово астрология сначала находим потом мы находим каталоги а значит авторов потом где написаны где-то книжка стоит на какой полке на каком значит стеллаже мы берете эту бумажечку уже систематизированную идете в полке достаете книгу отдаете читателю эту информацию и он счастливый довольны убегая домой чтобы насладиться чтением нужны ему книги так вот это гигантский труд который делают невидимые люди это конечно же вот вы вы перед нами находитесь те кто выбрал первый вариант вы эти люди которые состоянии вот эту груду непонятной информации например непонятных каких-то вещей жизни это могут просто быть вещи в шкафу до которые вы можете реально систематизировать да разложить например осенние вещи от зимних летние туфли от осенних сандают галош да положить их нужные коробки подписать их убрать их там нужные места чтобы они вмешались на дороге и таким образом вы можете систематизируя очищая вот такие пространства создавать уют да это ваш талант уникальный ваш талант и нужно обязательно вам найти ему применение ну в наш цифровой век вообще очень много все все замешано практически на информации и тут конечно же вы можете просто проявить себя ваша задача самая большая задача это найти какой-то участок информации в котором находится в некотором хаосе и таций и систематизировать прежде всего сначала для себя чтобы научиться в не разбираться и потом впоследствии когда к вам будут обращаться люди за помощью какой-то вы могли бы очень быстро доставая нужные вам значит какие-то там ярлычки какие-то заметочки да сразу достаете нужный вам файл открываете смотрите читаете у вас все в системе это прекрасный талант и вам обязательно нужно его развивать не нужно его закапывать не нужно пытаться от него избавляться нужно просто его перенаправить мирное русло и тогда вы всегда будете в почете и уважении вам спасибо что были со мной но я буду продолжать дальше для второго варианта здесь мы посмотрим какой у вас порог этой карте а по этой красивой карте мы посмотрим как его преобразовать ваш талант или ваше достоинство у вас порог идеализации грегором но вы все знаете что такое грегор это какая-то общность людей могут быть большие грегоры как например страны поменьше и грегоры это какие-то национальности это могут быть и грегоры вероисповеданий могут быть совсем маленькие грегоры например грегоры работ работы какой-то какого-то коллектива рабочего например ну и какие-то другие грегоры то есть это общность каких-то людей и вот вы не всегда идеализируйте то место, в которое вы попадаете. Например, вы идеализируете свой город, в котором вы живете. Вы можете идеализировать страну. Вы можете идеализировать, например, свой язык, которым вы обладаете, либо культуру. Невольно это делать. Очень часто бывает так, что этот порог идеализации Грегора, он завуалированный. То есть его не видно сразу. Можно сказать, что у вас его даже нет. Потому что вы не являетесь каким-то ярым приверженством. Вы не являетесь, например, фанатиком. Но в этом-то вся и суть, что даже не являясь фанатиком, вы все равно его идеализируете. Так вот, по каким признакам можно распознать, что у вас есть такой порог? Значит, смотрите, когда вы находитесь, вокруг вас появляются люди, принадлежащие другому Грегору. Например, Грегору другой стороны или другого вероисповедания, то у вас появляется некоторое отчуждение от этих людей, отказ от общения с ними, недовольство, презрение, возвеличивание себя, принижение этих людей за счет возвеличивания себя. У вас появляется сильный гнев к этим людям. Такое, знаете, действительно появляется настоящая агрессия. Действительно, вы можете проявить прямо эту агрессию, то есть говорить грубыми словами, например, с ними, как-то рявкать, ну да, очень резко. Быть не согласны с этими людьми, причем изначально не согласны, независимо от того, что они делают и как. И вот если вы все это проявляете, то вам нужно обязательно задуматься, а может быть, действительно порог идеализации у вас существует. В худшем варианте, когда порог развивается, он проявляется таким образом, что страны, например, разные страны начинают воевать между собой. Представители одной религии начинают уничтожать представители другой религии физически. Что мы наблюдаем в истории и вообще в принципе даже сейчас в нашем мире это происходит. Брат на брата идет. Это вот все говорит об этом. В меньшем варианте, если мы не будем рассматривать целые страны, вот лично вас касающиеся, как у вас может в негативном аспекте проявиться этот порог, он проявляется через болезни, конечно же. Это болезни печени прежде всего, потому что печень, она очень реагирует, когда человек становится горделивым и эгоцентричным на себе, либо зацикливается на каком-то эгрегоре, начинает болеть печень. Ну и соответственно, все производные болезни от нее, гипертония, болезни крови и прочее, прочее, прочее. много всего этого вы можете все прочитать и изучить. Так вот, давайте посмотрим, как же исцелиться нам от этого порога, как же нам его перенаправить. Ну и карта мир нам в помощь сама по себе, саму по себе название уже говорит о том, что, как это сделать. Первое, что нужно взять, означать изучать тот эгрегор, к которому вы относитесь негативным. Ну, давайте возьмем на примере культуры другой. Давайте будете вы изучать другую культуру, другой язык, другую. Съездите, например, в путешествие в эту страну, в которую вы относитесь очень негативно. Проникнитесь ею, да, не обязательно остановиться человеком, например, если вы христианин, не обязательно исповедовать ислам, но изучить, например, другую религию стоит. На втором этапе вам нужно научиться отделять отдельного человека от целого эгрегора. Ну, например, вот вы не любите китайцев, но нельзя судить по одному китайцу о всем великом Китае. Нельзя судить по одному террористу, мусульманину о том, что все мусульмане такие плохие. Вот, когда вы начнете изучать культуру, религии других людей, вы начнете как раз таки различать эти моменты. Второй этап вам начнет открываться. Когда вы пройдете первые два этапа, начнет открываться третий этап. И вот уже на третьем этапе, когда вы начнете путешествовать по миру, изучать разных людей, проникаться идеями этих людей, вы научитесь любить их, любить все окружающее пространство, всю нашу планету. И у вас откроется действительно ваш талант. Талант синтезировать и собирать талант объединять окружающих. То есть вы по сути человек мира, вы настоящий миротворец, вы можете входить в любое помещение, в любую страну, в любое место и объединять, например, поссорившихся, объединять тех, кто не может договориться. вы будете это делать даже просто находясь рядом, не обязательно общаться. Ну и сколько же приятных моментов можно испытать, обладая таким талантом. Вы сможете просто жить там, где вы хотите, путешествовать и при этом задумываться о том, как заработать деньги, потому что любой человек готов будет вам помочь, дать вам работу, если вы очень доброжелательны ко всем. Надеюсь, вам понравился расклад. Если вы хотите продолжение, то пишите, пожалуйста, свои комментарии, оставляйте. Следующий наш порог будет это внутреннее насилие над собой. Думаю, тоже будет очень интересно. Ну а сегодня я прощаюсь с вами и до новых встреч.